20 января 2022 года в центре Москвы компания Positive Technologies организовала блиц-встречу про кибербезопасность для прессы. Всего за 60 минут эксперты компаний сообщили журналистам максимум аналитики о том, что и как происходило с защищенностью российских компаний и госучреждений в ушедшем году, а также дали прогнозы на следующие 12 месяцев. Все данные были основаны на собственном опыте компании, итогах работ по аудиту безопасности заказчиков в разных отраслях и исследовании безопасности новейших устройств и технологий в 2021 году. По словам Бориса Симиса, главным итогом года стал повсеместный интерес топ-менеджмента к информационной безопасности. Благодаря этому увеличились и б-бюджеты, и нацеленность на реальные результаты. Поэтому по итогам 2021 года, несмотря на повышение сложности атак, защищенность компании стала выше. А для Positive Technologies год стал по-настоящему прорывным. Компания вышла на биржу, и этим задала новый тренд для всей отрасли. Самыми популярными уязвимостями мобильных приложений за 2021 год остались уязвимости класса небезопасных хранения данных. В случае, если к данным, которые мобильное приложение хранить небезопасно, будет получен доступ, то, соответственно, этими данными сможет воспользоваться злоумышленник. Для того, чтобы защититься от уязвимостей класса небезопасных хранения данных, необходимо использовать подход так называемой многоуровневой защиты. За 2021 год мы обнаружили позитивный тренд в отношении бизнеса к безопасности мобильных приложений. Бизнес понимает, зачем ему платить за безопасность. В выступлениях эксперты Positive Technologies коснулись всех актуальных в 2021 году направлений. Обнаружение уязвимостей, тенденции в финансовой и промышленной отраслях, применение технологий искусственного интеллекта и NFT. Также они уделили внимание тому, как на защищенность организации влияет безопасность операционных систем и мобильных устройств. Для промышленных предприятий на сегодняшний день самыми актуальными являются угрозы шифровальщиков, а также атаки с применением методов хакинга, то есть взлома. Мы анализируем в целом рынок во всем мире и, естественно, большой объем данных мы получаем из наших проектов. В промышленности в целом есть ряд проблем, которые, собственно, сейчас предприятия пытаются преодолевать. Первое и основное – это низкий процент покрытия средствами мониторинга и вообще средствами защиты инфраструктуры систем управления на производстве. Если говорить о Positive Technologies, то мы сейчас развиваем направление и вообще подход к обеспечению безопасности, который сформулирован простыми словами – сделать недопустимые события на предприятиях невозможными. Не сбавляя темпа, докладчики доступно рассказали даже о сложных уязвимостях и в итоге справились с поставленной задачей, представив весь Кибербес за один час. А уже в овертайме эксперты обстоятельно ответили на вопросы аудитории, в том числе от онлайн-участников.